Стаса, сколько у тебя котов? Блин, смотря как сказать, так у меня два кота, но один можно за полтора считать. Блин, надеюсь, это не войдет. В общем, вопрос на самом деле гораздо глубже, чем кажется, поскольку да, он может казаться тупым и очевидным на него ответ, но вопрос такой, чем реально фактически отличается обычная полутора-двух часовая тренировка от полутора-двух часового семинара, кроме того, что это стоит в два раза дороже, а то и в три. Обычно в пять. Ну, мое мнение, да, что как бы тренировка в тренировке рознь, да, и семинар в семинар рознь, то есть мне довелось побывать на очень хороший семинар, из которых я реально вынес полезную информацию, полезную технику, которую я до сих пор применяю, причем от людей, которые реально в два раза меньше меня, да, то есть как бы я применяю их технику. И надо понимать, да, что неважно, звезда, да, ведет семинар или же ведет семинар, там, условно говоря, обычный черный пояс. Семинар – это как бы источник новой информации, да, обычно, когда вы ходите к тренеру на регулярной основе на тренировке, ну, вы примерно знаете, чего ожидать, вы примерно знаете сильную сторону вашего тренера, как бы слабую сторону вашего тренера, вы знаете его игру, вы знаете, какие техники, ну, он может вам дать, какие техники он может весьма поверхностно дать, да. А когда вы идете на семинар, вы вправе выбирать, да, допустим, семинар Рома Лаборалла, да, окей, крошечок снеслайда, один из лучших неслайдов, один из лучших спайдергардов, окей, да, просто если вы пойдете, например, на мой семинар учиться спайдергарду, скорее всего, вы, ну, зафейлитесь, но, как бы, деньги я получу, вот, то есть надо понимать, да, то, что семинар – это такой, как бы, урывками вы получаете информацию, как бы из другого источника, который, ну, возможно для вас, да, ну, уникальный, да, то есть уникальная возможность именно от этого человека узнать технику, именно его технику, то есть, условно говоря, ко мне на тренировку, если вы живете в Москве, можете прийти, ну, почти в любой день, да, там, ко многим ребятам, которые у нас тренируют, вы можете прийти в любой день. Когда это приехал какой-то там человек, да, чьи заслуги в джиу-джитсу неоспоримы, он ведет семинар, вы можете урвать у него кусочек техники со всеми деталями, которые работают именно у него на высоком уровне, то есть, как бы, ну, зачастую это стоит денег, помните, что просто, ну, две с половиной тысячи, ну, как бы это, ну, да, может быть дорого для кого-то, но знание бесценное. Ну, смотри, существует же проблема, да, там, во время семинара ты посмотрел 5-10 техник, наутро вспомнил одну, это нормально, или, может, я тупой? Может, тупой, не знаю, но суть в том, что, как бы, если один из пяти, это 20%, да, КПД, если один из 10, это 10, в принципе, ну, как бы, надо понимать, да, что, если эта техника одна запомнилась, и вы ее можете сразу сходу применять, всего лишь посетив один семинар, на мой взгляд, это, в принципе, хорошее КПД. Было бы странно, если бы проснулись бы и все 10 техник вспомнили со всеми деталями, то есть, вы либо вундеркинд, либо пи***гол. Ну, а ты сколько, вот ты, все-таки, человек опытный, сколько процентов знаний, показанных на семинаре, выносишь для себя? 20-30, 30-30 это просто максимум. Ты записываешь что-нибудь там, ну, люди с блокнотиками ходят? Нет, нет. Или долго записываешь? Нет, нет, на самом деле я, ну, не записываю, почему? Потому что, я как считаю, если я это смог, ну, запомнить, да, и у меня это в голову отложилось сразу, то, как бы, ну, зашибись. Значит, то, скорее всего, это я не забуду. А если я куда-то это там записал, потом надо прочесть, чтобы вспомнить, скорее всего, я похерю эту технику так или иначе. То есть, даже я потом ее, возможно, наработаю, а потом все равно забуду. Ну, то есть, как бы, не знаю, кто-то записывает, кто-то не записывает. Ну, это как бы спорно, помогает это или нет. Кому-то помогает, я, ну, я не записываю, но и нормально. Еще вопрос, сколько, вот, допустим, семинаров можно посещать в месяц? Ну, у нас сейчас ролик достаточно переполнен всякими семинарами. Вот сколько можно, можно хоть каждый день ходить или все-таки есть какая-то, какой-то безопасный дождяк? Ну, во-первых, это зависит от вашей финансовой возможности, да. Это первое. Также надо понимать, что ходить можно, допой, каждый день вопрос, как бы, что вы с этого усвоите, да. То есть, если, ну, если вы старший пояс, да, скажем так, для вас, в принципе, новых техник почти нет, да. То есть, есть новые детали, новые захваты, новые нюансы, но прям концептуально новой техники для вас, скорее всего, уже нет, да. То есть, там, коричнево-черный пояс. Зачастую, вы можете посещать гораздо больше семинар, чем белый пояс. Потому что белый пояс, например, он приходит, для него все новое. То есть, если для коричнево-черного пояса, условно говоря, да, то есть, это не обязательно коричнево-черный, это может быть и синий, но, в общем, допустим, для вас важна какая-то деталь, какой-то нюанс, какой-то захват в этой позиции, а саму позицию вы знаете. Для белого пояса зачастую он вообще увидел впервые всю позицию, и, ну, чем больше он ходит, тем больше у него хаша в голове, в итоге, ну, он просыпается с мыслями, блин, я ни хера не помню. И у него 10 техник совмещаются в одну, и КПД 0, короче, а денег потратил. Короче, обидно, досадно, да ладно. Ну, это мы выберем. Да. Потому что у нас тут пару семинаров намечается. Короче, Стас, есть еще один вопрос. Тупой? Разумеется. Ну, на самом деле, он не такой тупой. Блин, это нормально. Ну, как, ну, пускай человек говорит, я все запомнил, обычно говорят, покажи, типа, и он такой, блин, а где моя рука? Обычно, обычно вот так. КОНЕР ПОНЕР НЕЙЕР ПОНЕР 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 Продолжение следует...